Успокойствием во дворах озаботились и депутаты Государственной Думы. Они подготовили законопроект, предусматривающий запрет на размещение в жилых домах хостелов и мини-гостиниц. Авторы говорят, что заботятся о собственниках квартир, которым якобы мешают приезжие. Между тем, принятие такого документа означает практически полную ликвидацию рынка недорогого временного жилья и возврат к монополии крупных гостиниц. Почему, расскажет Артем Шершнев. В Новосибирске, по данным справочника, 2ГИС работает 49 хостелов. И многие из них расположены как раз в жилых домах. Удобное размещение в центре города, стоимость проживания от 350 рублей. Здесь практически не бывает свободных мест. У некоторых людей просто нет денег на гостиницу. Они как бы рады пожить где-то в центре, но у них просто нет возможностей. И в этом, естественно, выиграют хостел. Владельцы хостела посчитали, если перенести бизнес в отдельное здание или арендовать коммерческие площади, цены придется поднимать минимум в 2-3 раза. Это будет невыгодно для предпринимателей, для тех, кто это будет делать. Поэтому я думаю, что на этом существование хостелов просто закончится. Впрочем, инициаторы запрета ничего страшного в исчезновении бюджетных койко-мест не видят. Мол, зато будет чистота и порядок. Хотя мне кажется, не очень цивилизованным такой способ размещения, когда стоят нары и совершенно незнакомые друг к другу люди находятся в одном помещении. Много очень жалоб как раз на санитарное состояние вот этих помещений, на то, что придомовая территория заваливается окурками, иногда наркотики. Депутаты лукавят, считают владельцы хостелов. Существующее законодательство позволяет полностью регулировать деятельность этого бизнеса. Если же данный хостел обеспечивал все нормы, то есть и пожарные, и шумовые, и облагоустроил территорию, то почему он не имеет права размещаться? Он наоборот, ну как непосредственно инвестор уже в дом. Хостельеры говорят, в Госдуме попросту лоббируют интересы крупного гостиничного бизнеса, который сдает свои позиции. По данным компании Яндекс, число поисковых запросов со словом «хостел» за последний год выросло на 22%, а гостиницами россияне стали интересоваться на 9% меньше. Впрочем, уверены представители малого бизнеса, запрет на размещение хостелов в жилых домах приведет к тому, что эта сфера уйдет в тень. А вот у гостиниц клиентов вряд ли серьезно прибавится. Я думаю, что нет. Я думаю, что вот если человек, как у нас на Сибирсе, такой перевалочный пункт, если у него есть выбор либо остаться на вокзале, поспать там ночь, или пойти в хостел, он, конечно, пойдет в хостел, но если будет остаться на вокзале или заплатить 3000 гостиниц, то, конечно, останется на вокзале. С другой стороны, обустройство хостела в отдельном здании открывает дополнительные возможности для привлечения постояльцев. Как, например, сделали молодые предприниматели из Томска. Купили старый деревянный дом с русской печкой, восстановили первоначальный интерьер и теперь ждут наплыва гостей. Артем Шершнев, Елизавета Василевич, Денис Солдаткин и Константин Стримаусов. Новости РНТВ. Новосибирск.